Сеть профессионально-технических учебных заведений ОРД выступила с инициативой готовить из школьников медсестер и медбратьев за время учебы в старших классах. Профессиональные медики возмутились подобным предложением, считая его профанацией профессии. Людмила Зузовская разбиралась в проблеме. Легкий постзабастовочный штиль на небе общественного здравоохранения вот-вот грозит обратиться нешуточной бурей. Неожиданным поводом для серьезных волнений стал пайлот-проект сети профессиональных технических школ ОРД, в рамках которого учащиеся смогут стать обладателями дипломов медсестер и медбратьев. Как говорится, немного усилий, багрут, госэкзамен и корочка в кармане. И это в противовес десятилетиями выстраданной и выстроенной системе профессиональной подготовки дипломированных медсестер, в противовес четырем университетским факультетам и девятнадцати больничным медучилищам. Сказать, что система обиделась и взбрыкнула, ничего не сказать. Задели самое святое. Это стыд. Это удар по всей системе здравоохранения. Это принижает профессию. У меня позади годы напряженной учебы. Лучшие лекторы, высокие критерии. И вдруг я окажусь на одной планке с выпускником школы, закончившим в Мегаму. Поймите, нынешние школьники еще без багрутов завтра будут нас лечить. Больницы заполонят неквалифицированные кадры. Ведь речь идет не о филиппинских сиделках. Это же профессия. Ни в одной из стран мира дипломированных медсестер не готовят в школах. Разве что в Мозамбике. Но если мы хотим опуститься до уровня тамошней медицины... Больше всего профессиональное сестринское сообщество возмутило то, с какой легкостью Минздрав одобрил программу, оправдавшись насущными нуждами отечественной медицины. Острой нехваткой младшего кадрового состава. И действительно, с 476 медсестрами на 100 тысяч граждан мы уже опустились на нижние строчки международных стандартов. Сегодняшняя нехватка почти 2,5 тысяч медсестер грозит обернуться завтрашней катастрофой. Но приток неквалифицированных кадров положение только усугубит. Профи подадутся в частную медицину. Вот вам и вожделенная медицина для бедных и для богатых. Проблема ведь не в отсутствии учебных мест, а в падении престижа профессии. Вот почему желающих стать медсестрами недостаточно. Зарплаты низкие, а молодежь сегодня считает. Работа тяжелая, загруженность отделения доходит до 170%. Хотя профессия прекрасная, лучше не бывает. Про лучше не бывает глава объединения старших медсестер Дина Сильнер поняла еще лет 40 назад. Выпускницы школы, когда не на шутку загорелась профессией. Три года медучилища, столько же в университете и больничная практика. Нейрохирургия, общая хирургия, общие болезни. Профессионал экстра-класса, лауреат премии Мордыхая Намира, будучи на вершине профессии, знает, как мало нужно, чтобы опустить ее. Одним решением замминистра Лицмана. Я считаю, что тут проблема не в подходах. Есть в этом что-то политическое, не кошерное. Нет сегодня причины открывать еще один учебный сектор вне рамок системы здравоохранения. Проект стартовал в связи с острой нехваткой в стране медсестер. И наша сеть, 200 школ, 200 тысяч учеников, имея колоссальный опыт подготовки профессиональных инженерных кадров, с учетом острой нехватки, решила готовить дипломированных медсестер и медбратьев. На первом этапе на юге, в Ашкелоне, Араде и бедуинском поселении Абубасмы будут открыты три двухгодичных класса для выпускников школ и несколько классов для старшеклассников, начиная с класса ТЭД до ЮДАЛИФ. Еще в сети школ ОРД обещают поднять приемную планку для кандидатов. Мол, без отличных багрутов и высоких психометрий ход будет закрыт. Ситуация на сегодня такова, что во многих больницах не функционируют операционные в связи с нехваткой кадров. И в этом плане проект сети школ ОРД мне симпатичен. У них даже критерии отбора выше, чем в медучилищах. Вот только противодействие сообщества медсестер мне непонятно. Возможно, кто-то боится изменений или опасается потерять гегемонию в профессии. Что еще может пугать в этом проекте? Но кое-кто склонен усматривать в проекте блестящий маркетинговый ход в разгар большой охоты за будущими учениками, которых никакими ковришками не заманишь. Вот разве что дипломами медбратьев и медсестер. Немного усилий, багрут, госэкзамен и корочка в кармане. Людмила Зузовская, Владимир Арончик, Владимир Плотки. Служба новостей 9 канала.